Трудовые мигранты Это 3704 тенге, а работодатель освобождается от каких-либо выплат Иностранный гражданин, прибывший на территорию Республики Казахстан Может зарегистрироваться от 1 до 3 месяцев Затем он может еще продлиться на 1, 2, 3 месяца Максимальный срок пребывания иностранного гражданина, трудового мигранта Может не превышать одного года По истечению года иностранный наемник должен выехать из страны И вернуться на рабочее место через месяц, пройдя заново всю процедуру регистрации Каждому трудовому мигранту в налоговой службе присвоят индивидуальный идентификационный номер Но лишь после того, как приставят справку об отсутствии болезни Оформят медицинскую страховку и предоставят копию трудового договора При пересечении границы его данные вносятся в единую информационную систему Беркут С сотрудниками пограничной службы После этого данный гражданин прибывает в миграционную полицию Где проходит в течение пяти суток регистрацию временного пребывания После чего данный иностранный гражданин должен получить ИИН Новый закон о внесении изменений и дополнении в акты о трудовой миграции Был подписан главой государства 10 декабря Это позволит не только упорядочить пребывание иностранных наемников на территорию нашей страны Но и получить прибыль в государственную казну за осуществление трудовой деятельности Ежегодно в Алматы прибывает более 170 тысяч граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья Основная часть в поисках работы Агирим Абдебек, Токмулдак Усаинов, телеканал Алматы Абдебек, Токмулдак, Токмулдак, Токмулдак